ПРАНКЕР То есть они снимали долгое время, мы за ними наблюдали, работали с ними, сотрудничали в одном деле, да, касательно интернета, бизнеса. И они попросили, слушай, Вадим, есть интересное предложение, вот мы сняли в России такой-то пранк, социальный эксперимент, да, хотелось бы посмотреть на реакцию в Украине. То есть, так как ты живешь в Украине, давай попробуем. Сделай, замыть это здесь, скажем так. Ну что ж, я предлагаю посмотреть ролик и узнать, как же это получилось в Украине, какая была реакция украинцев, а точнее, николаевцев. Смотрим. Сувенирный? Не, настоящий. Берите. Как, блядь? Ну, срывайтесь меня. Да, они настоящие. Вот, берите вот, две. Обе? Да. Сынки выри мать. С наступающим. Учился в школе. Семьдесят третий год, последний экзамен английского языка. И вам удачи. Ну, не знаю, пенсионеры нуждаются, возможно, кто-то еще вот выиграли деньги, решили поделиться частью сына. Перед Новым Годом. А, летом? То есть можно взять? Ну, конечно. А скоро можно взять? А сколько нужно? Если вам нужно, реально нужно, то уберите. Нужно? А настоящие? Настоящие. Ай. Итак, смотрите сами. Кузить нужно. Кузить нужно. Кузить нужно. В плане отдохнуть я не знаю. Ну, если те кому дай отдохнуть. Мне же, если нужно, берите, да. А? Да, деньги выиграли, частью сыну решили поделиться. Все, если... Да, ну, не наглеете, вот уже. Может, еще кому-то нужно. Поэтому смотрите сами. Пойдем к граммянам. Ну, смотрите, смотрите. Главное, чтобы здоровые были, да. И где-то на самом деле, да? Ну, конечно, конечно. Конечно. Настоящие. Просто честь праздника. Вот я хочу. Держите. А мне дай еще 1,50. Можно. Спасибо. Держите. Вас так же. Деньки настоящие, без обмара. Да, бери. А ты когда думаешь, да? Вы все еще, да, все. Все снимаете. Господи. Вот так, мне лично. Дайте мне. А мне? Да, что же, это все подряд. А мне дай, спасибо. Сзади, сзади. Дайте мне. Видите настоящие? Ну, смотрите, чтобы я чайну просто так. Такой я даже. Вот так, увидели результат того, что было в Николаеве. Но вот ощущения твои, как человека, который в этом участвовал, который, по сути, стал вот этим денежным костюмом. Какое ощущение, когда с тебя срывают эти деньги? Ну, честно, когда мы начали снимать вообще до этого, да, когда думали, как оно будет происходить, что вообще нужно делать, снимать или не снимать. На свой риск и страх Николая в такой город, да. То есть, мы думали, сейчас сорвут все деньги. То есть, люди все у нас нуждаются. Ну, город Николаев, и Украина. Заберут и курточку с Даштаной. И курточку заберут, и тебя заберут, да, как к невесту. То есть, думали, что будет что-то такое серьезное. Поэтому, как бы, была подстраховка. Это уже люди, которые на всякий случай, если что, то могли бы выручить, да, помочь в этой ситуации. Ну, все-таки, как сложилось, совсем противоположная реакция. То есть, мы думали, да, что будет сильно, скажем так, сдирать деньги, да, то есть, прям чуть ли не до избиения дойдет. Ну, в итоге прошло все, в принципе, отлично. Как вообще было ощущение? Потому что, вот, чисто мое зрительское, когда вот человек так в наглую стоит и обрывает, вот, просто деньги ему говорят, что, ну, есть еще другие, а человек говорит, а кушать надо, я самое нуждающееся. Какое ощущение внутри все-таки? Конечно, такое ощущение было немножко неловкое. То есть, не каждый день... Тебе неловкое, понимаешь? А человеку хорошо, комфортно. Не знаю, как человеку, но вот у меня было ощущение неловкое, да. То есть, когда ты стоишь, то есть, не каждый день ты стоишь деньгами обвешенный на улице, да, и когда у тебя что-то взрывают. То есть, понятное дело, что, во-первых, здесь много людей прохожих, да, то есть, по сути, мы все нуждаемся, да, как бы, Николая, я думаю, нету тех людей, которые в деньгах не нуждаются. Да, кто-то больше нуждается, а кто-то меньше, поэтому мы как бы... Лишними не будут никогда. Ну, это тоже, да, верно. Поэтому мы рассчитывали на то, что в основном будут, да, пенсионеры брать. То есть, я еще думал, что молодежь будет суетиться, но в основном суетилась пенсионеры, да, суетились, и в основном, вот, как бы, деньги брали они. Молодежь, вот, в принципе, было, мы снимали 4 часа, то есть, в принципе, не все кадры вошли, потому что у нас из-за погодных условий деньги падали, и поэтому молодежь, в принципе, реагировала адекватно, да, она проходила мимо в основном, там пару человек подошло, там по полтиннигу сняли, по 50 гривен. Ну, я хочу сказать, что я вот об этой такой выходке акции узнал, если честно, в соцсетях, опять-таки, от друзей, то есть, от молодежи, которая просто фотографировала. То есть, они это явление восприняли как что-то такое интересное, ну, раздает человек, где-нибудь это раздает, как бы, сфотографировали, выложили в соцсетях и пошли дальше. Очень, если честно, порадовала реакция в троллейбусе, как я понимаю, или это трамвай, одним словом, общественный транспорт, где вот человек потянулся за деньгами, но решил, что он не самый нуждающийся, то есть, в людей все-таки просыпается то чувство, что, ну, может, есть тот, кто нуждается больше. Сумма общая, которая была потрачена, сколько? Общая сумма была потрачена около 3000 гривен. То есть, за 4 часа из 4000 гривен, которые у нас были, 3000 ушло на эксперимент. То есть, даже не все деньги у нас сняли. Даже так? Даже так, то есть, мы за 4 часа, вот, мы уже замерзли, была температура, скажем так, прохладная, да, и все это время мы снимали на улице, поэтому, как бы, за все это время, за 4 часа, у нас только 3000 гривен. Правильно, ребята, понимаете, замерзли, пошли, тысячи осталось, чего бы и не пойти не сореваться. Ну что ж, я смотрю, что в России было, мы увидели, да, теперь вот, по-братски вы здесь сняли, теперь будет либо Казахстан, либо еще какая-то страна. Возможно, еще не точно. Что-то еще планируется, потому что было, перед этим еще у вас видео по случаю Евровидения, вы уже снимали, сейчас что-то планируется новое? Сейчас пока что не планируется ничего, возможно, в будущем, да, мы еще будем сотрудничать с Россией, либо будем запускать что-то сами, но для этого, да, нужно хорошее оборудование, нужны деньги, но, в принципе, тема, да, если какая будет, то это будет более, не как развлекательное, да, более такое, что пробудит людей, да, и такое, что-то, что к осознанности будет вести, к пробуждению людей, да, то есть в этом плане, более серьезное такое. Ну что ж, я, конечно, благодарю за такой позитив с утра, потому что реально посмотреть этот ролик, я думаю, вам тоже подняло настроение, где кушать надо. И напоминаю еще раз нашим телезрителям, что сегодня общались с Вадимом Айбордом, который участвовал в создании этого социального проекта, где раздавали деньги самым нуждающимся Николаевцам.